Какую историю надо рассказать? Про ТЭМО, когда ее в мышцу Ученая по фамилии Хиггинс впервые пересадила стенку брюшного мочевого пузыря в мышцу и наблюдала эктопическую оссификацию Это не про ТЭМО, а про другую По структуре одинаково это мертвая соединительная ткань Что мы с тем нечего-то зря Где-то переходные петели При юлиофилизации или замораживании Они приходят в ненакое состояние И почему она наблюдала? Потому что мышца хорошо окрасно обжена Позже Скотт и Лак, которые спорили, что остеоглаз это клетки производной кости, а не крови Ну и как Келликер, который открыл влаз в 1832 году, он должен был украл Впоследствии было доказано, что из одних и тех же клеток образуется и костная линия, и линия сосудистая, и крыльная линия ВВ И единственное, что на это влияет, это парциальное давление кислорода То есть фактически нахождение кислорода выкрасывается в кулиторном русле Так вот ключевая цифра, которую установили ХЭМ и КОРМОК Я всем рекомендую прочитать эту книгу Я спросил даже конкретно, что Это пара канадских исследователей, которые поставили точку в фундаментальных исследованиях Потому что потом начался век с 1930 года Клиника экспериментальных исследований То есть мы берем группу пациентов, на них что-то делаем и наблюдаем клинический эффект А все фундаментальные исследования по большому счету закончились И мы в своей работе с моими лицами продолжаем линию именно фундаментальных исследований Открывая механизмы физиологические, которые происходят в том числе с использованием теле Значит, ХЭМ и КОРМОК Называется книжка «Гистология» На ночь не читайте только Мы все у тебя заучились по воробьёву Который переписал неправильный перевод из этой книги Будем так сказать, есть очень много ХЭМ и КОРМОК Гистология Нужен третий том Третий том И две главы Четырнадцатая и пятнадцатая Они открывают книгу Одна посвящена хрящевой ткани, а другая космос Почему она посвящена хрящевой ткани? Чтобы были что-нибудь общего И в чём разница? А потом, наверное, есть подробное представление Вот я читал эти две главы первый раз в месяц Делал над собой очень мощные усилия Потому что надо одним глазом смотреть картинку Другую гистологию, третьим глазом в текст Или как-то в Сибири, в общем, объединять Последние чтения прошли уже легче Вообщем-то я её конспектировал У нас есть СМР, который записан в девятнадцатом году Найдите её, пожалуйста, на Ютубе Он посвящен как раз вот очень большой блок Именно вот этой части, да, гистологии Какой-то в Краснодаре рассказал? Как он называется? Это типическая планета Не-не-не Он как-то называется остеологией Ностология он называется Я сказал на курсе, что вы мне рассказали сейчас за час То, что я не мог узнать десять лет Поэтому хотелось бы, чтобы мы все одинаково понимали К сожалению, занимаются гистологии, как на первых и вторых курсах Не так активно, да? А потом приходится освежать эти знания Так вот там есть та фундаментальная база Которая позволит вам иметь точные ответы Что ставить? Как сказать? Что делать? Как экрибировать? Что выбирать? Не выбирать? Где есть подводные камни? Вот я рекомендую это прочти Ну и надеюсь Те, кто пойдут к нам на конференцию в октябре В медицинскую Это бесплатное мероприятие До тысячи человек мы говорим Там, там будет три площадки докладов Параллельных Будет трансляция И входящие наружу И именно лучше кашпоезжать в Санкт-Петербург На площадке военно-медицинской академии Ну так вот официальный по этим мероприятиям И в декабре будет такой Санкт-Петербург Мы уже планируем все Будем очень интересно Будем говорить об осложнениях Которые никто не показывает Как они бывают При этапе планирования Как оккупировать Что делать потом И так далее Потому что об этом что творится Это абсолютно Все правильно? Спасибо Спасибо вам Если у нас по предыдущему блоку нет вопросов Я предлагаю вам приступить уже к следующей технике Техника тоннеля По сути Все то же самое Рожденная она из кармана Рацки Ничего нового в ней нет Вы ее делаете Препарируете тоннель Теми доступными Лезвиями Которые у вас есть С применением обязательно Тоннельного распатора Потому что без него эту технику не выполнить И не надо себя даже утешать Там никакие молоты придумывать Это невозможно Да Вы все разорвете просто Да Пластический материал в тоннельной технике Я применяю тот Который по показаниям Если мы применяем в тоннельной технике Пластический материал ТМО Его надо полностью Перекрыть Лоскутом Вы помните Что ТМО нельзя оставлять В контакте с Полостью рта Если вы применяете Свободный Дисневой Депитализированный трансплант А дальше там уже Как у вас получится Его адаптировать И как вы сможете Как-то коронально переместить Не переместить Лоскут Тут уже будет От Индивидуальной особенности Конкретная операция Зависит Особенности Ушивания Тоннельной техники Швы На вожжах Если вы фиксируете Свободный Дисневой Трансплант Депитализированный И фиксация Всегда Крестообразным Швом Вертикальным В Некоторые Тоннели Мы применяем Фиксация Слизственно-косичного Лоскута В корональном Положении Композитными Швами И потом Композитные швы Дублируется Крестообразным Швом Печальная История Расскажу Ко мне Обратилась Пациентка Ну Первично В общем Как бы у нее была Рецессия на имплантате Мы ее Прооперировали А в процессе Нашего общения В общем Вышла такая проблема Пациентки За 4 месяца В нашей встрече Были Установлены Вот Эти Ортопедические Конструкции Зубы Все Витальные Которые Были Помещены Под эту Конструкцию И в течение 5 месяцев У нее Острейшие боли От любых Температурных Раздражителей Честно В моей практике Это была первая Такая встреча Пациентка Достаточно Психоэмоционально Сложная Но Не без Ятрогенного Участия Потому что Я думаю Что доктора Которые занимаются Ортопедическим Лечением Оценили Качество Конструкции Балкончик Ну Там все Совсем Печально То есть Нижние Зубы В дистальных Участках Я Заставила Насильно Ортопеда Переделать По гарантии Потому что Это не достоинно Даже звание Доктора Насколько там Все было плохо Здесь В общем Она сказала Что она уже не в состоянии Терпеть Вот эти все Истории Мы приняли решение Несмотря на то Что ну Как таковых показаний Это на самом деле Нету здесь Коперации Да По-хорошему Это конечно не рецессия Это по-хорошему Все снимается И делается нормальная Новая ортопедия Согласитесь со мной? Конечно Но Пациентка была категорически настроена Она сказала Что она улетела На очень долгое время В Америку На два года Я не переживу Уже эту гарантию Платить заново Еще раз Полмиллиона Конечно Не хотелось Я так понимаю И соответственно Мы приняли решение Что мы устраним Это хирургическим путем Это туннель Препарированный Помните Да Что сосочки Все должны быть сохранны При создании туннеля И немножечко Мы их расщепляем Для того Чтобы придать Корональную мобильность За их счет То есть От основания Сысочка Где-то Они все По миллиметру Больше Надо было Поработать С небольшим Перекрытием Это фиксация Твердой мозговой оболочки И с другой стороны И с другой стороны Происходит После Выше Макогенедливальные Границы Обязательно За счет Этого Лоскут Получает Мобильность Но это Две Недели Но Она Она Мне Берет Макогенедливые Лоскут 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 Продолжение следует...